Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Дева 24 августа-22 сентября. В этот период проявите заботу о желудке, тонком и толстом кишечнике. 24 августа, день Евпла. В церкви сегодня почитают память мученика Евпла. Он прославился тем, что постоянно носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае читал из него народу о чудесах Христовых. Тем самым он учил народ веровать во Спасителя. За это был схвачен и подвергнут мучениям. Прибывая в темнице, он захотел утолить жажду и помолился об этом. Появился источник воды, из пив которой он утолил не только жажду, но и голод. Потом провел рукой и вода исчезла. В этот день народ почитает подвиг святого богатыря земли русской Евпатии Калаврата. Уроженец Рязани во время нашествия хана Батея, он поехал просить помощи у соседних русских княжеств. В Чернигове его сообщили о разорении родной Рязани. Не мешкая, он с малой дружиной двинулись догонять полчища Батея. В окрестностях Суздаля внезапной атакой он разбил некоторую часть татаро-монгольского войска. Батею пришлось бросить бой лучших воинов, но воины Евпатия, несмотря на превосходство противника, били столь яростно, что те ничего не смогли с ними сделать, а сами понесли урон. Тогда Батый послал к Евпатию парламентера, чтобы узнать, чего они хотят. Желание отомстить за разоренную родную землю было так велико, что ответ был прост – умереть. Битва продолжилась, и только после применения Батеям катапульт, который забросали русских камнями, Евпатий и многие воины его дружины пали смертью храбрых, оставшихся в живых, Батый отпустил. Этот день считается страшным. Согласно народному поверью, в этот день скачет белый конь, который ищет своего усадника, погибшего и выпавшего из седла. Считается, что в тех местах, где появляется этот конь, ранее было побоище. А ночью по кладбищам разгуливает нечисть, производя свист, вой и другие странные звуки. Сегодня отправлялись на сбор облепихи, ее сушили, перетирали с сахаром, варили варенье и использовали для лечения. Сегодня запрещалось пить спиртное, мол, к выпившему человеку обязательно явятся покойники и накажут. Приметы. Если прекратил дуть ветер, который дул несколько дней, это к хорошей погоде. Если день Евпла выпадает на Новолуние, и в это время стоит ясная погода, то в сентябре дождей может не быть. Он и мутит, и всосавшись в кровь, он ее удерживает. Он делает ее вязки и хочется больше пить, чтобы его разбавить. Поэтому все вот такие вот сладкие воды газированные, они как раз призваны на то, чтобы их пили все больше и больше, человек подседал на них и употреблял. А на самом деле вот этот сахар очень и очень, будем говорить, вреден. Его легче всего заменить сухофруктами какими-то и другими. То есть к сахару еще должны присоединяться различные минеральные вещества, которые бы способствовали тому, что питают нас и выводят все это. Сахар должен разлагаться на углекислый газ и воду и выводиться. Видишь, как получается. Но для этого нужны эти. Поэтому отказ или сокращение употребления сахара легко-то легко. Я-то думала, что вообще не надо сладкого. То есть без хурмы, без фиников. Нет, да? И хурма, и финики, и сушеные яблоки. То есть от рафинированного сахара. Именно рафинированный сахар. От ростникового вот эти все. Вот я заменю на коричневый. Вы знаете, там огромное количество подделок, и поэтому не совсем желательно все это использовать. И вот смотрите, когда мы используем, у нас здесь вода структурированная, в огурчиках у нас имеются такие микроэлементы, которые способствуют тому, что начинают лишнюю воду выводить из организма. Поэтому в нашем салатике, особенно вот сейчас, во время поста, да и так в качестве разгрузки, обязательно используйте огурчики. Как они хорошо пахнут. Так, Геннадий Петрович, так как у нас здесь вода структурированная, вы говорите, имейте в виду, что капусту, зелень. Да, капусточка, зелень. Надо добавить огурчика, потому что огурчик выводит лишнюю воду из организма. Да, это все будет выводить лишнюю воду из организма. А все вместе, весь коктейль. И вдобавок еще огурцы в особенности выводят все лишнее. И, кстати, они делают наши сосудики эластичными. Значит, добавляют такой микроэлемент, тем более в таком, ну, в наиболее усваиваемом виде, как кремний, который нужен для кожи, для волос, для ногти. И также делают сосудики эластичные. Добавьте и мне кремний. Хорошо, хорошо, хорошо. Обязательно добавим. А я бы сказала, что помидорчик красный просто для настроения хотя бы вот две половиночки, один помидорчик маленький. И помидорчик используем. Здесь имеются в помидорчике как раз своеобразные фруктовые кислоты, которые полезны для нашего организма именно в свежем виде. Дело в том, что вот эти вот кислоты, там, севелевая кислота и прочее, прочее, которые полезны в свежих продуктах при термической обработке, становятся трудно усваиваемыми. И их невозможно, говорит, не то что усвоить, они начинают откладываться у нас в виде различных, опять-таки, солей, образуя, значит, тугоподвижность в суставах и прочее, прочее, прочее. Поэтому, как только мы начинаем использовать вот такие вот продукты, мы все, что у нас отклалось, раскладываем. Ну что, вообще-то, что хочется сделать по привычке? И это очень, это ключевое слово, по привычке. По привычке хочется добавить соль и по привычке хочется добавить масло. Ну раз уж мы договорились, проверено тысячелетиями, пост имеет свою оздоровительную цель, помимо духовного роста. И, конечно же, тогда, ну имеет смысл радоваться, просто радоваться. Добавляем, чтобы наше блюдо стало более целебным. Некоторые подумают, что мы используем крахмал. На самом деле, во время прорастания крахмал превращается в солодовый сахар, и это уже становится растительным продуктом. А для того, чтобы это еще все было вкусно, мы с вами можем это, для этого приготовить майонез. Соус? Да. Ну если только быстро. Быстро? Очень быстро, да. Смотрите, как он готовится. Ой, кто-то к нам сейчас придет на обед. Если хотите сладкий, можем сладкий сделать. Если хотите кислый, можем кислый. Если хотите соленый, значит, тогда надо добавить морскую капусточку сюда. Итак, где у нас лимончик? Вот лимончик. Лимончик у нас есть. Чистый, мытый. Теперь мы берем, смотрите, с вами кружечку, в которую все будем смешивать. Лимонный сок. Да. И мы с вами сделаем сладкий. Угу. Вот так. Раз, 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 раз. Выдавили. Выдавили. Теперь сюда добавляем медка. Это особенно полезно для детей. Вы знаете, есть такие сладкоежки, вот. Угу. Немного? Немного. Отлично. Так, давайте помешаем. Давайте помешаем. Чем вы будете? Вилочкой, ложечкой? Так, да. Чем? Так, 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 так. Значит, так как мы сюда добавляли, смотрите, этого чеснока, то вот этот вот сладкий соус будет идти туда, где чеснока нет. Поэтому сейчас, так как надо добавлять чеснока, лучше не будет. Ну давайте тогда просто лимоном вот так вот сверху полейте, да и всё. Давайте лимончиком, да, вариант лимона. Мы обязательно угостим всех тех, кто нас окружает, точно так же, как и вы, угостите всех своих любимых и близких, кому вы сделаете такой оздоровительный, целебный, целительный салат. Помня уже о том, что вы знаете, как работает механизм оздоровления во время паста. 23 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная, поэтому её важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны неконтролируемые всплески раздражений и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день, а то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. 24 лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового. Или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости, с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!